Пока многие балуются всякими там фулл фреймами, Фуджи решили, что это слишком мелко. Ну и действительно, что такое эти жалкие 35 мм? Давайте с наших дефолтных АПС-ц прыгнем сразу в средний формат. А давайте, сказали японские инженеры и выдали среднеформатную беззеркалку GFX 50S. В новинке использован CMOS сенсор размером 43,8х32,9 мм, что в 1,7 раз больше, чем 35 мм фулл фрейм. Пикселей 51,4 млн, что в итоге дает разрешение 8256х6192 точки. Матрица подозрительно схожа с той, которая установлена в Pentax 645Z и Hasselblad X1D, но говорят, что новая, хоть и не своя, не X-Trans. Это самый легкий и маленький среднеформатник. И таки да, если не сказать о том, какой сенсор там внутри, вы легко перепутаете GFX 50S с 35 мм зеркалкой. Например, вес тушки составляет всего 800 граммов. И учитывая компактность, первый в мире поворотный дисплей в среднем формате не выглядит такой уж дичью. Жаль, что на 180 нельзя развернуть и не запилить среднеформатное селфи. А вот в отсутствии оптического видоискателя к камере можно докупить съемный электронный с поворотной конструкцией или выносной монитор с большой диагональю экрана. Также в ряду аксессуаров была замеченная питающая рукоятка. Система автофокусировки простейшая, контрастная, никаких других деталей касаемо нее не предоставили. Впрочем, профессионалы студийной съемки все равно предпочитают ручной фокус. Будет и видеорежим, конечно же, никакого 4К, а лишь честный Full HD при 30 кадрах. Зато с какой глубиной резкости. Со старта будет доступно 6 стекол, все кроме одного светосильные зумы. Фокусные расстояния от 23 до 120 мм, все под новый Bayonet G. Впрочем, фотографы говорят, что благодаря рабочему отрезку 26,7 мм на новинку Fuji можно будет установить любые среднеформатные объективы. Кстати, кроп-фактор у Fuji FX50s в 35 мм эквиваленте составляет 0,78 мм. Значит, например, 63 мм объектив со светосилой 2.8 в пересчете окажется 50 мм с гриппом эквивалентом 2.2 на фулл-фрейме. На самом деле камера еще в разработке и поэтому в руки ее не дают, и дополнительная информация о ней появится только в начале 2017 года, как и цена. Пока известно только о том, что это бюджетник. До 10 тысяч долларов. Но если это видео наберет 10 тысяч лайков, то мне тут сказали, что Fuji мне ее подарит. Так что лайки, подписки. Это приблизительная цена на комплект из объектива 63 мм и электронного видоискателя. По меркам среднего формата почти даром. Камера, несомненно, адресована профи и идеально подойдет для студийной художественной съемки или съемки архитектуры. Субтитры сделал DimaTorzok